Здарова бизнесмены! У меня тут немного нос заложен, вы меня за это заранее простите. Я думаю, это не помешает основной теме видео. А сегодня я хотел бы рассказать о том, как открыть пункт выдачи. Думаю, вы меня прекрасно понимаете, что подобный ролик, он очень обширный, и полностью его не получится записать за один раз. Я, значит, сделаю цикл роликов. Блин, как это по-старперски звучит цикл роликов, это что-то 90-е годы, типа там, Россия-1. В общем, это будет реально цикл, это будет серия роликов о том, как открыть пункт выдачи, какие партнеры готовы с вами сотрудничать, сколько это будет стоить, и ну, сколько можно на этом зарабатывать. Ну что ж, давайте, начинаем. Чтобы не быть голословным, вот, пожалуйста, вам вставка. Это, ой, пункт выдачи, который на данный момент делается. Как ужасно с забитым носом-то говорить. Значит, это сейчас полным ходом идет об устройстве моего пункта выдачи. Вот здесь основной зал, где будет выдаваться товар, где будет клиентская зона. И сзади будет зона хранения, откуда весь этот товар будет выдаваться. Сразу оговорюсь, я читал перед тем, как открывать, перед тем, как вообще влезать в эту тему, очень много статей про пункты выдачи. Нигде четко ничего не сказано, да, сколько вам придется за это заплатить денег. Но все, что я могу вам сказать, это ни за что, вообще просто никогда и ни под каким предлогом не покупайте франшизу пункта выдачи. Потому что это самое бесполезное, что может быть. Я, конечно, потратил на то, чтобы найти каких-то партнеров, чтобы узнать все условия. Это эквайринг, это партнеры, которые готовы уже с нами сотрудничать. Какие у них условия, почитать договора, подготовить документацию. У меня на это ушло около 3-4 месяцев. Понятно, что по франшизе это будет чуть-чуть быстрее. Но я разговаривал с этими же партнерами и говорил, слушайте, у вас вот есть организации, которые по франшизе работают, открываются. Они говорят, да, такие есть, но большинство в итоге отказываются от франшизы, от этого трехстороннего договора, который им не выгоден, и переходят напрямую работать с нами. Вот и все. То есть, поэтому на франшизу вы зря только потратите деньги. А в моих видео вы узнаете, как это сделать, как это просто сделать, как это легко сделать. И опять же, франшиза, она не дает гарантии 100%, что с вами будет заключен договор. Основные проблемы, с которыми вы столкнетесь перед тем, как открыть пункт выдачи. Если это большой город, то, естественно, эта ниша, она уже довольно занята. Но она не занята на 100%. То есть, я бы, наверное, описал 70-80%. Тем более, Озон в этом году хочет расширить свои пункты выдачи. То есть, еще 200 партнеров найти. Ну и, естественно, другие организации, типа Боксбери, там, ДПД, и они все время ищут тоже расширение, чтобы у них вот каждый 500 метров, да, или, может, радиус километра, у них был пункт выдачи, чтобы была максимальная доступность для клиента, чтобы каждый из них мог подойти и забрать товар. Поэтому эта ниша, она не занята на 100%, тем более, что у нас постоянно строится, Питер, Москва, постоянно строятся новые, даже не микрорайоны, а целые районы, в которые, естественно, заселяются люди, и у них есть потребности и необходимости в этих пунктах выдачи. Ведь это удобно. Не надо, чтобы курьер к тебе приезжал домой, ты там его часами ждал, созванивался, где вы, а опаздывает он. Ну, это удобно. Вы после работы пошли, забрали в удобном для вас месте товар, все, ушли. Вот. Теперь, с ценовой точки зрения. Естественно, для каждого это будет по-разному цена, но основное, на что вам придется потратиться, это один или два компьютера, лучше два, потому что по одному вы будете выдавать товар, по второму вы будете принимать. Обязательно сканер штрих-кода. Это необходимая вещь, по ней вы будете все сканировать, все работы, вся работа будет происходить над этим. Естественно, два монитора, клавиатуры, мышки. Ну, наверное, сканеры, смотрите, я знаю, с Алиэкспресса можно чуть ли не по тысяче рублей их заказать, но Алик сейчас не работает, поэтому, да их можно, короче, в Питере, в Москве купить, они везде продаются, в общем, при том, лучше брать 2D-сканер, чтобы он лучше считывал. Он где-то порядка 4 тысяч будет стоить, ну, с подставкой 4 500. Компьютер, я не знаю, может быть, у вас есть ноутбук, может быть, у вас есть ненужный старый ПК, то есть подойдет абсолютно любая машина, которая работает. Поэтому в статью затрат вы должны ее сами отдельно считать. Монитор, там клавиатура, мышка, но это тоже такие копейки, которые на Авито продаются. Да, блин, да даже мышка вот 129 рублей, комод, нормальная мыша. Следующая статья затрат, это, конечно же, стеллажи. Возможно, у вас есть стеллажи, но если нет, продаются, по-моему, порядка 4 или 5 тысяч за стеллаж. Метр, глубина 600, высота 2 метра, есть 2,20. В общем, надо искать. Может, найдете дешевле, может быть, у вас есть какие-то старые шкафы, вот, можно их на первое время приспособить, если вы хотите совсем бюджетно делать. Еще статья расходов, это, конечно же, ремонт, облагораживание помещения. Это требование абсолютно всех агрегаторов. Они все требуют, чтобы был готовый пункт выдачи. Я видел, кто-то там покупает просто стол, тумбочка, ставит на него мониторы и предоставляют это как пункт выдачи. То есть это, ну, блядь, это тоже реально можно сделать. Сюда там стола с тумбочкой, 2-3 тысячи будет колебаться, да, там одно или два рабочие места. Проверочный стол. В общем, короче, если по бюджетному, наверное, делать, бюджетный компьютер можно собрать за десятку. Два компьютера, двадцатка, мониторы, периферия. Берем 25 со столами проверочными, там с удлинителями. Ну, 35-40 тысяч. Это вот такой минимум, что потребуется. А, забыл про перфорацию, про стеллажи. Со стеллажами тоже неизвестно, сколько их будет нужно. Две штуки, три, наверное, на первое время потребуются. Может, кто реально продает? Давайте по 5 тысяч возьмем. Ну, то есть, вот считайте, да, сколько у нас? 40 было плюс 15. 55 тысяч. Это статья расходов для старта. Также кто-то делает перегородочки из гипрока. Ну, чтобы склад был не виден, то есть, нельзя это забывать. Вы можете это не делать. Это не является каким-то основным. Кто-то вешает иногда даже баннеры. В общем, дело реально здесь на вкус и цвет товарища нет. Каждый делает по-своему. Я хотел это сделать красиво. Я заказал два рабочих места шириной полтора метра там. Они будут специально закрыты. Они будут такие фактурные, сделаны под светлое дерево. В общем, все будет по красоте. Обошлось только два рабочих места. Вот лично для моего пункта выдачи обошлись в 16 с половиной тысяч. Это уже изготовление, сборка, установка, доставка. Также ремонт помещения. Так как помещение не было готово под пункт выдачи, да. То есть, не забывайте, это тоже статья расходов, которая у вас может быть, а может ее и не быть. Значит, слушайте, ну, в ремонт там вложено очень много. Порядка 300 тысяч, потому что надо было убирать пол, его полностью выравнивать, переделать потолок. Сейчас там мы все застраиваем, но это так дорого получается, потому что я хочу, чтобы было красиво. И я надеюсь, это красиво получится. Опять же, это не готовое помещение. Не забываем про это. Если вы будете арендовать его где-то в торговом комплексе, оно у вас готовое будет. У меня же оно не готово было положить плитку, да. Все эти работы, это все очень дорого стоит. Но вы это в свои расчеты не берите, потому что это мое помещение в собственности, и я его просто как облагораживал. Поэтому это с одной стороны в расчеты можно взять, с другой стороны нет. Вот, и буквально на следующей неделе, когда я выхожу с больничного, мы сразу же запускаем работу с Азоном. Да, с Азоном я уже заключил договор. Честно скажу, это жопа. Азон это самый сложный агрегатор, с которым можно заключить договор. Если мы говорим про Питер, то там работает всего один человек. Мне его искренне вот жаль, что на него повесили ответственность за весь Питер. И поэтому он это очень долго делает. Поэтому, ребята, это надо понять, надо простить, надо принять. И не забывайте ему писать, чтобы он тоже про вас не забывал. Вот, поэтому, кстати, перед тем, как открыть еще пункты выдачи, не забудьте заранее, уже заранее подыскать всех агрегаторов, спросить их, что нужно для заключения договора, либо это будет рассказано в моих видео. Ну что, дорогие друзья, я на этом бы хотел закончить. Это было такое небольшое ознакомительное видео, как превью. Под этим видео я сейчас распишу снизу серии видео, которые будут. То есть, если вы сейчас не нашли какого-то ответа, вы его вряд ли нашли. То есть, вы, наверное, узнали, что есть такая тема, что ее реально сделать, ее можно сделать, но вам нужно больше ответов и вы не готовы сами все это изучать, то прочитайте снизу в описании. Я вот прям там пункт первый, пункт второй, там типа открытие пункта Озон, отдельно засниму на это видео, там отдельно открытие пункта выдачи в Болгсбери, отдельно я действительно посчитаю, сколько стоит самое бюджетное и среднее открытие пункта выдачи, то есть сколько, какие затраты вам для этого потребуют. какое программное обеспечение. Также буду выкладывать ролики, как здесь, как работают в пункте выдачи, вот сколько можно зарабатывать. В общем, в общем, до этого все, ребята. А, еще, кстати, пункты выдачи, которые можно подключить, агрегаторы, которые я нашел, их порядка 25 штук, поэтому минимум будет 25 видео, в котором я буду рассказывать про каждого агрегатора, отдельно про его плюсы, про его минусы, как с ним заключить договор, про его требования, то есть буду делать эту работу, она в любом случае нужна для меня, и буду делиться ей с вами. Так что подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк этому ролику. Если у вас уже возникли какие-то вопросы, и вы не хотите ждать там следующие видео, пишите в комментарии, я все отвечу. Также добавляйтесь в ВКонтакте, но обязательно пишите зачем, то есть обсудить какую-то тему, можете писать в Инстаграм, и, конечно, удачного вам бизнеса. Всем спасибо, всем пока!